Всем привет! Уже пару лет меня просят на канале снять видео про перегонку джина, но у меня, к сожалению, все под это не находилось времени. И вот по весне в 2020 году, наконец-то, я нашел время и смог найти время Алексей из один из организаторов Лиги Огненной Воды, который не так давно отсудил номинацию джины на знаке качества. И давайте зададим ему стандартные вопросы, как рассчитать сортировку, как рассчитать засыпь и какие именно травы ботаника нужны для этого. Всем привет еще раз! Ну что я хочу сказать? Вся ботаника подбирается в зависимости от того, сколько у вас сортировки. Я делаю как? Перевожу всю сортировку на 80-градусную, и в зависимости от этого на каждый литр беру 30 грамм ботаники. То есть у нас получилось расчетное 12 литров, 80-градусные, и, соответственно, у нас около 360-370 грамм ботаники получилось. На первое место, естественно же, в джин мы выдвигаем можжевельник. Его мы взяли 250 грамм. Потом следующим пунктом мы берем кориандр. Кориандр джину добавляет такие цветочные тона. Его мы взяли 30 грамм. Также мы взяли для того, чтобы придать нашему джину, ну, такую цитрусовую ноту, мы взяли цедру мандарина в районе 30 грамм. Дальше использовали корень ириса, корень солодки. И то ирис 7 грамм, солодки 9 грамм. Взяли корень дягеля 9 грамм. И потом мы еще использовали кассию и корицу. Хочу немножко заострить ваше внимание на этом моменте. У нас в магазине в основном продают под видом корицы кассию. Но на самом деле она отличается очень сильно. Как и по виду, так и по ароматике. Саша сегодня сам на себе это проверил. Если кассия, она имеет такую структуру, больше похожую на такую кору дерева, да, завернутую, то корица, она больше похожа на такую, как на сигару вкручиваю. Вот, и опять же повторюсь, они по ароматике очень разные. Вот, и мы все равно решили использовать и то, и другое. Кассия мы взяли 5,5 грамм, корица мы взяли 6,5 грамм. Также мы использовали два вида перцев. Это сучанский перец, его мы взяли 6 грамм. И райские зерна, тоже 6 грамм. Также мы использовали мускатный орех. Его мы взяли 9 грамм. Ну, пожалуй, все, вся ботаника. Ну, вот, закончили мы немножечко ознакомление с ботаникой, которая нам понадобится. А я давайте расскажу немножечко про конфигурацию оборудования, на котором мы все это дело выгоняем. Сначала идет отвод от основной колонны для того, чтобы не было возврата флегмы после того, как она уже проконтактировала со всей ботаникой, обратно в куб. Потому что льется оттуда вот такая штука. Мы это периодически сливаем. Пахнет, ну, невкусно. Каким-то вареным компотом со вкусом корицы. Небольшим где-то уже вначале был можжевельник, но сейчас уже даже от можжевельника ничего не осталось. Соответственно, используется стандартная джин-корзина, но отвод идет дальше не вниз, а наверх. То есть наверх идут два губерских диоптора, в которых стоит вот такая вот сеточка с трубкой, на случай, если вдруг забьется, чтобы пар мог свободно проходить наверх. То есть здесь у нас такая сеточка и здесь такая сеточка. Для того, чтобы компенсировать длину, я использую просто вот такой же силиконовый шланг на них надел, и они торчат отсюда. То есть безопасность это такая важная вещь, на которую стоит всегда обращать внимание. Собственно, здесь все. В куб сортировку мы после заливки разбавили до 32%. То есть, несмотря на то, что расчет ботаники идет от 80% сортировки, то после заливки в куб мы это дело разбавляем примерно до 30 градусов. После чего, собственно, собрали и погнали ждать, пока начнется отбор голов. Как мы это делали, сейчас покажу. Завершается разгон. Большая часть уже смочилась. Видно, как стекает флегма. Прямо так красиво было по ботанике. Но наверху еще пока 64,5. То есть, уже скоро-скоро пойдут первые капли. Отбирать будем ориентировочно на скорости около литра. Ну, как настроимся, уже покажу. Вот с такой скоростью берем головы. И, в принципе, скорее всего на теле даже не будем менять. Смотря на присутствие небольшой аппалисценции, мы приняли решение уже начать отбор, потому что аромат и вкус нам понравился, как это выглядит. И вот уже начали отбирать в отдельную банку. Здесь отобрали мы даже чуть получателось побольше, чем 3%. Наверное, здесь процента 4,5 от абсолютного спирта. Тело в самом начале отбора идет с крепостью 80%. Посмотрим, сколько они будут держаться на полке. Сейчас время 15.07. Давайте здесь покажу, как красненько прям совсем. Красота. Из тела взяли образец. Разбавил сначала до 52, то есть добавил в 20 грамм тела 10 грамм воды. А аппалисценции не было даже намека. И добавил еще потом 10 грамм разбавить до 40. И получилась вот такая вот легкая аппалисценция. В принципе, все совершенно рабочая тема. Отбираем. Время 18.05. Прошло почти 3 часа. Полочка у нас на 1 градус просела. Может быть на 2 даже. За это время мы отобрали чуть больше 5 литров. И сейчас отбираем в отдельную трехлитровую банку. Посмотрим. То есть, если нравится, будем переливать туда. Не нравится, оставим это здесь. Голову пока не трогали. Поэкспериментировали с ними немножко на разных спиртозностях. В принципе, она при 55 тоже вообще не мутнеет. Вкус нормальный. В общем, еще не факт, что пойдут они на санитайзер. Возможно, мы это дело частично смешаем. Потому что ароматики именно можжевельника в них очень много. Ну, пожалуй, здесь все. Потому что здесь тоже изменений у нас нету. Все выглядит совершенно точно так же. Температура вверху колонны 84 градуса. И в кубе мы имеем 87. Ну, почти 88. По большому счету здесь никаких проблем. Хвостов внутри нет. Поэтому все, что нам нужно не схватить, это не схватить вот этой вот вареной ароматики. Прошел еще час. В кубе 89,6. И спиртовая полка у нас немножечко рухнула на примерно 75. Отобрали мы в отдельную приблизительно чуть больше 2 литров. Где-то здесь вот была отметочка 2 литра. То есть чуть-чуть-чуть больше. И уже ароматика не нравится. То есть если во вкусе начал преобладать мандарин, то ароматика такая пустая, в принципе, неинтересная. Сейчас посмотрим, что вот с этим получается. И по итогу будем останавливать погону. Ну, как останавливать? Включу на полную катушку и просто выгоню весь оставшийся спирт, чтобы использовать его потом ректификацией. Здесь, как и в прошлый раз, ничего так же не изменилось. Красиво выглядит засыпь. Ну и по большому счету показывать особо больше нечего. Теперь, что касается используемых голов. Мы отобрали вот эту вторую часть. В нем преобладает мандарин. То есть если здесь все-таки можжевельник, то здесь преобладающий во вкусе именно мандарин. После смешения мы посмотрим, возьмем мензурку и попробуем смешать это дело с оставшимися головами. Посмотреть, как будет апаллисценция, при какой спиртуозности и что из этого получится. Если по апаллисценции будет все нормально, то мы еще замешаем. Потому что по большому счету эти головы это просто эфиры от можжевельника, которые либо могут дать апаллисценцию при определенной нужной нам для бочки спиртуозности. Либо не дать. И это мы сейчас будем проверять. Проводим эксперимент. Что будет при смешивании нашего основного тела с головами. Ну простейшая арифметика. Делим все на 100. Если мы смешаем 8 литров с 300 грамм голов. С запасом отобрали 5 грамм голов вместо 3. И вместо 80 взяли 70 миллилитров нашего тела. Сейчас мы все это дело смешаем. Таким вот нехитрым способом. После этого разведем до 50. Напомню, чтобы развести до 50, нам нужно отобрать 20 грамм и добавить туда 10 грамм воды. Все, слили. Теперь заливаем обратно 20. Вот, мы имеем 20 грамм нашего джина. И теперь давайте добавим, отольем 10 грамм воды и дольем туда же. Промыл мерзунку и налил туда 10 грамм. Ну, 10, просто поверьте. И давайте посмотрим. Переливаем в бокальчик и перемешиваем. И давайте оценим апплиссенцию. Новый бокальчик. Переливаем. Не вижу. Вот хоть убейте, не вижу. Примерно в два раза превысили мы количество эфиров. По сравнению, если бы мы просто взяли 300 грамм, вылили в 8 литров. И все равно все идеально. Ароматика очень хорошая. Можно смешивать смело. Пробуйте вот таких на малых объемах мешать. Посмотреть, что получится. Сейчас еще попробуем на вкус. Ну вот и подошел к концу наш погон. Отобрали мы в итоге, как и рассчитывали, 8 литров. Несмотря на то, что сначала были очень большие подозрения, то, что отберем только 7. Но все, что пошло в остатки, несмотря на то, что нам не особо понравилось по ароматике, после разбавления небольшим количеством воды и давало такую очень хорошую мандаринку. И оно явно оказалось бы не лишним. Плюс мы посчитали, как вы видели только что, и все-таки взяли и все головы фиганули тоже туда же, потому что по нашим расчетным параметрам все должно работать отлично. На самом деле это был мой первый опыт перегона джина. Чем он отличается от любых других погонов ароматных дистиллятов? Ну, блин, джин это больше похоже на алхимию. Вот честно. У вас сначала один аромат, потом другой. И вы не понимаете, что с ним сначала делать, потом. То есть, вы либо ждете весь процесс, ну, тут нет такого, что пошло плохо и уже все, вырубаем. Тут надо смотреть, отбирать каждую фракцию, потом смешивать в конце количество экспериментов, грубо говоря, вот с этими мензурками бегал, разбавлял, сливал, нравится, не нравится, залил, слил. Ну, наверное, раз 20 пришлось сделать. Только за последний отбор последнего литра. То есть, такой экспириенс очень интересный и будьте к этому готовы, потому что джин это не просто вот отобрали и выключили. Это нужно именно понимать, какой вкус идет, зачем идет. Вот. И ну, примерно вот так вот. Если так вот серьезно, о, кстати, скорость прибавил. В целом отбор мы завершили примерно на 75% в струе. Напомню, практически весь погон полка стояла на 80 и 90 градусов в кубе. Сейчас мы добираем весь спирт оставшийся, также через ботанику, через все остальное. Можно было, в принципе, выключить и сделать прямоток, но больше геморрой на самом деле. отберем и этот спирт уже пойдет потом на ректификацию. Он сейчас, конечно, вонючий там, все остальное. Хвостов, в принципе, там нету, но будет произведен процесс ректификации вместе с хвостами, головами от зерновых погонов, которых у меня еще много. Ну, пожалуй, на этом все. Леха, огромное спасибо за науку, за то, что помог разобраться с засыпью, за то, что рассказал зрителям про то, что на что влияет и в каком количестве класть. Вот. А вы пробуйте, на самом деле тема очень интересная, конфигурации тоже можно придумать очень много. Еще остается за кадром вариант, когда засыпь насыпается именно в куб и выгоняется именно сваркой. Почему бы как-нибудь не сравнить? Обязательно это сделаем, но всему свое время. Ну, поэтому, пожалуй, все. Понравилось? Ставьте лайки, не понравилось, дизлайки. Всем пока! Раз, два, три, поехали! Мы гонщики, мы гоним, мы гоним, а гоним, мы гоним, а гоним. Редактор субтитров А.Семкин